Драту те любители свежескошенной травочки. В смысле запаха, я не уточнил. Свежескошенной травочки, да. Мы продолжаем осматривать ферму дорелизную. И сегодня посмотрим, как хорошо будет зарабатывать мой сыр. И скорее всего будем двигаться в сторону новых животноводческих движений. И я так подумал, знаете, я тут поиграл еще в нее, так сказать, на другом сейве. И понял, что плюс-минус все одно и то же. Отличается только иконка производства. Ну и, короче, внешний вид поля. Следовательно, не вижу смысла растягивать эту трихомудию на 5 серий. Думаю, что этой будет достаточно. Потому что единственное, что мы с вами еще не смотрели, это всякие там различные исследования. Вот. Значит, давайте посмотрим. Для того, чтобы разблокировать козочек, нам потребуется... Ща я найду, какой загон? Вот такой загон. Небольшой сарай, который почему-то, по-моему, разблокирован. А что за прикол? Он вроде был раззаблокирован. Свинятник заблокирован. А, ну так это же... Это даже упрощает задачу, раз он разблокирован, ребята. Это прям вот вообще изи получается все. Значит, ну смотрите, у нас тут есть как раз место. В два влезут. Вот раз. Не влезут нифига. Два. Но если сделать вот такой отступ, наверное, влезут. Вот такой даже сделаем. И купим сразу два, значит, сарайчика для замечательных козочек. Будем делать козье барахло все. Прикрутим тут дорогу. И я, знаете, хочу еще сделать сегодня второе поле. Одного мне, конечно, достаточно, но хочется два. Вот прям очень. Сделал его плюс-минус с таким же размером. Может чуть... Может... Ну не знаю. Ну вот такое хочу, да. Прекрасное поле. Мне очень нравится. Сразу же говорим ему, выращивая, естественно, траву. Траву у дома. Вот, пожалуйста, работайте. Сейчас дорогу подключим. И, по идее, автоматически это поле поймет, что ему надо трактор. И трактор поедет и помчится. После того, как мы его немножечко продекорируем. Вот таким вот образом. Все, поле готово. Классный заборчик. Достаточно дорого, кстати, он стоит, этот забор, я вам скажу. И у нас нету немножечко электричества. То есть сейчас мы это все дело поправим, установив вот сюда трансформейтер. И подключив его в общую сеть. Итак, здравствуйте. Мы можем заводить здесь козочек и овечек. Овечки, по идее, должны не только же молоко давать, еще и шерсть. Давайте начнем мы с козочек, да. Я... О, здесь даже 10 коз можно держать. Офигеть. Слушайте, а может быть тогда вот этот вот, он хочет 50 фунтов в месяц. Ну тогда ладно, он жрать не просит. Я хочу посмотреть на козочек, а потом хочу посмотреть на овечек. Если у меня то, что они жрут. Допустим, заказываем сразу 10 этих самых рогатых засранок. И вот, что они будут давать. Козье молоко они будут давать. А завод наш, по идее, может делать козий сыр. Правильно? Я надеюсь, что да. Во, пожалуйста. Это что такое? Козий сыр. Какой интересный сыр. А творог они вообще умеют делать, кстати? Почему здесь нет творога? Это самое очевидное, что может быть. Хм, интересно. Ну ладно. В общем, короче, значит, мне тут написали пару очень полезных советов. Я уж не знаю, как вы там об этом узнали. Но вот здесь вот сверху слева есть плюсик, который позволяет нам вывести сюда ресурсы, которые мне сейчас интересны. Например, я хочу увидеть, сколько у меня травы. Вот, пожалуйста, у меня... Это трава? Да, это трава. У меня ноль травы. Замечательно. Теперь я хочу видеть силос, естественно. И, конечно же, сыр. И, конечно же, молоко. Причем молоко как коровье, так и козье. Потому что у нас теперь ведь и те, и те есть, да? Надеюсь, хватит места под это безобразие. А где козье молоко? Не вижу. Во. Ну вот, у нас получается 5 ресурсов на верхнюю панель можно вывести. Можно даже, наверное, больше ресурсов, на самом деле, вывести. Что я хочу еще узнать? Я хочу, например, семена травы. Вот такие вот. Да, можно и шестой. Вот жалко, только двигать их нельзя. То есть я тут немножко тупанул. Надо было семена сразу перед травой делать или после. Но вот такая вот панель имеется. Значит, что мы сейчас будем делать? Во-первых, нам надо построить еще один домик для персонала. Потому что у меня кончились уже люди. И он, я думаю, отлично влезет вот куда-нибудь сюда. Вот сюда. А что бы нет-то? Здесь небольшую дорожку. Сейчас ему прикрутим вот такую. Жалко, что она не соединяется вот с этим домом. Потому что поворот ведь и создался. Ну ладно. Короче, нам нужен персонал, который будет заниматься козочками. Которые, кстати говоря, уже приехали. Это прекрасно. Ну и поле, видите, не работает. Потому что, опять же, персонала нет. Так что давайте быстрее мне этот домик. А то козочки сейчас сдохнут еще. Будет очень обидно. Так, кто у нас тут есть? Юлю возьмем. Возьмем Эдуарда. Потому что они будут работать на полях. Мы возьмем еще Данила. Потому что я хочу новую машину. И мы возьмем кого-нибудь по животным. Но я что-то никого прям не вижу. Машина, переработка. А вот, смотрите, животные три. Берем сюда тогда Егора Федорова. Егорка отлично справится со своей задачей. Егор-то где? Вот он. Назначаем его. Теперь смотрим. Значит, а, у нас еды нету для козочек. Для козочек нет. У меня вообще травы нет, прикиньте. Это прям очень грустно. И я, наверное, хочу купить еще один трактор. Потому что... А сюда, кстати, он влезет. Если я плуг передвину куда-нибудь. Здесь же у меня уже нету места, да? Да, черт. Жалко, слушайте. Хотелось бы, чтобы, ну, вот эта вся история хранилась на парковке. А техника стояла где-то в другом месте. Но вроде, учитывая, что у нас, получается, это поле растет. Оно уже почти выросло. Там 15 дней осталось. А это поле только нуждается во вспашке. Я думаю, что, может, один справится. Может, не стоит париться. Короче, узнаем. Давайте посмотрим, что нам дают козочки. Они, конечно, пока еще не пожирали. Вот человечек к ним пришел. И да, у них нет еды. Я понял. Тогда придется купить нам немножечко травы. И это мы удаляем. Вот у нас трава. И возьмем, мы скажем, 2650 фунтов. Забираем. Понятное дело, что надо еще подождать, пока их привезут. Но я надеюсь, что мои козочки не сдохнут. Потому что прям будет очень обидно. И давайте купим одну овечку и посмотрим. Вот, смотрите, овечья шерсть есть. И у меня сразу вопрос. Можно ли ее продавать? Можно ее покупать. Есть еще овечьий сыр и овечье молоко. Странно. Ладно. Непонятно. Но, по идее, можно продавать, если можно покупать. Какой у нее ценник? Давайте сравним с травой. Если я буду покупать траву, я плачу 33 фунта за сотку. Если я продаю траву, то я не могу ее продать, потому что у меня травы нет. Блин, почему здесь не показано? Ну, что она, в общем, есть трава. Ну, ладно. Сейчас еда приедет. Не переживайте, ребятки. Еда уже в пути. Вот грузовик с едой приехал. Там еще овечка приехала. Все. Пошло козье молоко. Учитывая, что у нас завод работает сейчас по сыру из коровьего молока, мы с козьего, получается, ничего сделать не можем. А второй завод строит, ну, сами понимаете, такое себе. Следовательно, мы будем... А что, прости, тебе не нравится? Отнести что-то надо? А вот овечье шерсть мне прям нравится. А это что такое? Сечка. Трава. Давайте купим тогда еще овечек. Раз они все едят траву и прямо очень любят, мы, наверное, им еще что-то должны дать покушать. Тут вот соя есть, есть еще горошек, есть сечка. К сожалению, я хз, что надо рубить, чтобы была сечка. Я сейчас это дело проверю. Никакого описания, да? Прикольно. Ну, вот у нас уже работает по полю товарищ, товарищ трактор. И я думаю, может, там еще одно поле тогда сделать, где мы будем выращивать. А, там комбайн понадобится. Слушайте, а сколько стоит комбайн? Я люблю комбайны. Вы любите комбайн? Я обожаю комбайны. Так, новый комбайн стоит 200 тысяч фунтов. А вот такой стоит 300 тысяч фунтов. А такой 400. Короче, да, комбайн это достаточно дорогое удовольствие. Причем вот этот, по-моему, травяной, смотрите. Кстати, жадка для кукурузы. А, вот, нет, нормально. У него просто разные жадки. Все хорошо. Ну, вот это кукурузный парень. Да, вот он кукурузу работает по кукурузе, подсолнником. Да. Короче, наверное, пока не получится мне устроить здесь комбайнерское веселье. Но у нас уже тонна сыра. Смотрите, это, по-моему, замечательно. И можно посмотреть, за сколько мы ее продадим. Значит, тонна сыра уйдет у нас за 20 тысяч фунтов. Но обратите внимание на цену. Цена сейчас находится на своем минимуме. Поэтому мы, наверное, его продавать пока не будем. Мы эту тонну оставим. Сколько у меня уже козьего молока? Козье молоко почему-то сюда не носит. Почему вы не носите сюда козье молоко, ребята? И знаете, что странно еще? Нельзя... Нельзя... Это... Ну, вернее, можно. Но его просто полностью переформатировать. У нас просто молока реально вот очень много. А, кстати, сколько молока стоит? Давай-ка, мы сейчас пока будем делать козьий сыр. Чисто поржать. Вот такой вот. За 4 тонны? 72 тысячи. Короче, хочу. Делайте козье молоко. И сыр, в смысле, и все остальное. У нас уже 700 травы осталось. Всю траву сожрали. Всю траву сожрал проклятый хомяк. Но качество, конечно, надо поднимать. А для этого, наверное, надо что-то им выращивать. Но видите, для всего остального, как мне кажется, требуется уборка комбайном. Это все меня фарминг-симулятор испортил. Ну что, принесите козье молоко-то, я не пойму. Оно у меня... Давайте его сюда вот... А, у меня его ноль. Внезапное безобразие. Куда-то кто-то спер козье молоко. А вот что-то кто-то тащит. Непонятно, что он туда прит... А по-моему, они молоко отсюда выносят. Видели чувака с коробкой? Он молоко выносит. Во, принесли козье. Пошел процесс. Замечательно. Овечки, тем временем, начали давать нам и навоз, и овечье молоко, и овечью шерсть. В общем, короче, да, животноводство в этой игре, наверное, двигатель прогресса. И что ты хочешь, я не пойму, растет. А, она хочет, чтобы ее полили. Ни хрена тебя не польют, простим. Я не хочу еще прицеп дополнительный покупать, чтобы тебя тупо поливать. Мы траву выращиваем, серьезно, нафиг ее поливать. Сейчас главное следить за ценами сыра. Потому что они вот, о, поползли вверх. Это прекрасно. Давайте дождемся. Ну, конечно, таких высот мы, наверное, не дождемся. Но если она начнет падать, тут же продаем. Вот, отличный план. И мне очень интересно, будет эта хрень, вот этот график, в режиме онлайн изменяться или тоже нет? О, у нас уже 1800 молока. 6 фунтов, 6000 фунтов это будет стоить. И мы еще можем говно продать за 100 фунтов. Ну, это такое себе, там, тонна говна. О, овечье молоко пришло. Овечье молоко вообще еле торгуется, но ценник неплохой, кстати. Так, ну-ка, сыр, иди сюда. По-моему, оно изменяется в режиме онлайна. Нам надо еще чуть-чуть подождать, чтобы прям хорошо его загнать. А что тебе не нравится? О, слушайте, с овечек мало молока идет, да? Тогда возвращаем вид производства на коровье. Овечки пускай там потихонечку дают свои плоды. Мы их не будем теребонькать. Может быть, даже еще один загон поставим. Ой, овечки козьи, да. Козочки дают мало молока. Надо больше козочек. Возможно, даже ради этого требуется построить еще большой вот вольер для них, загон. Ну да ладно. Главное, что молоко пошло. Ценник вроде пошел вверх. Сейчас мы на нем, наверное, даже заработаем. Во, начал падать. Ребята, продаем. 23 тысячи фунтов. На, замечательно. И молоко, наверное. Что там с молоком? Молоко как раз на пике своей популярности тоже продаем. И у нас еще есть 10 килограмм шерсти, которая вообще ничего не стоит. Но ценник у нее, походу, всегда хороший. Мы это оставим. Козье молоко. 800 фунтов. Такое себе. В общем, нормально, товарищи. Смотрите, если мы... Не знаю, сейчас в графике отразится или нет. Но вот, пожалуйста, видите, доход. Мы медленно ползли вниз, потому что у нас шла аренда. И теперь мы, наконец-то, пошли вверх, потому что мы, наконец-то, заработали. Как вы понимаете, процесс этот небыстрый. И, кстати, да, я оценил в комментарии. Бесят вот эти вороны, которые почему-то спаунятся перед камерой. Куда бы ты ни посмотрел, у тебя всегда будут вороны. Какие-то прям телептицы. Так, ну и давайте что-нибудь исследуем. Да, я вот единственное, что еще не делал, это не исследовал ничего. Не учился ничему. Вот у нас есть... Господи, боже, мать твою. Да, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Видите, это очень много буков, но эти буквы важны. Курсы по управлению производством. Повышает скорость производства на 10%. А это, кстати, прикольно. Вот логистика. Продолжительность 14 дней позволяет перевозить разные товары в одном грузовике. А, это уже следующий курс. Я уже вниз посмотрел. Видите, здесь очень, очень по-ублюдски сделано дерево исследований. Это, наверное, самое ублюдское дерево исследований, что я видел. Оно, конечно, правильно структурировано. Ну, то есть ты можешь понять, что, зачем идет и почему. Но вот, например, я не понимаю. Мне вот для того, чтобы в семинар-практикум по HR методы и технику рекрутинга работников выйти, мне надо прокачать наставнический курс один или все три выполнить. Вот это я не понимаю. Короче, да, какая-то простыня исследовательских технологий. Но давайте начнем с первого. Курс по управлению производством. Давай. 90 дней. О, ничего себе. Использование возобновляемых источников энергии дает доступ к зданию ветровой установки. Пускай, короче, учатся. Это будет длиться очень долго. Но, в общем, вы поняли, да? Исследования работают только так и никак больше. К сожалению. Нельзя там несколько курсов подряд работать по ним, исследовать. Сколько мы травы получили? Ты что сейчас делал, друг? Я не понял, что он делал. По-моему, он это... У нас ноль травы. Скоро коровы будут... А, во, пошел, смотрите. Пошел ее, так сказать, в надлежащий вид готовить. И теперь после этого он пойдет на прицепе. А здесь требуется трактор. Почему? Зачем? А, ну они все поливать хотят. Да перебьешься ты, господи. Как они любят поливать? Во. И сюда нужен трактор. Непонятно какой. Ну, по идее, он сейчас должен прицеп прикрутить. И с этим полем поразвлекаться. Что у нас там по... Я только что понял, что мы продаем меньше, чем платим аренду. Видите? Вот это вот мы заплатили. То есть продали сыр. А вот это... Вот этот упадок. Это мы только что заплатили аренду. Но, в целом, аренду же ты платишь раз в месяц. А продавать-то можно не один раз в месяц. В общем, короче, в целом нормально. Мне кажется, что прокатит. А траву в дождь разве собирают? Наверное, не особо. Но, видите, анимация поведения прицепа оставляет желать лучшего. Вот он только что снес коровкам загон. В общем, получается, что товарищи разработчики 19-ю версию просто, так сказать, напильничком пообрабатывали. И особо-то ничего в нее нового-то и не прикрутили. 5 тысяч травы получилось собрать. Это, конечно, немного, но пойдет. Так. Ну что, попробуем продать еще немного сыра. Но я, конечно, не верну свою былую роскошь. 11 тысяч фунтов стоит сейчас. И он, видите, упал, поэтому продавать не будем. Нефиг, нафиг. Молоко можно козье продать за 2 тысячи фунтов. Оно сейчас в целом находится на платоу. Как говорят великие экономисты, а траву за тысячу можно продать. Всю, которую я собрал с поля. Да, травы, конечно, так себе. Ну, в любом случае, для того, чтобы все прям по молоку было хорошо, по сыру, я имею в виду, мы должны... Вот, мне кажется, у него хватает. То есть 2-2 загона с коровами абсолютно точно обеспечивают ресурсом этот завод. Он вообще не простаивает. Видите, на тысячи держится. Как бы, может быть, даже второй завод надо строить, чтобы больше сыра было. Но вы понимаете, да, суть этой игры? Ты, значит, сначала что-то выращиваешь. Причем выращиваешь ты это не просто так, я хочу выращивать малинку, а ты выращиваешь именно для каких-то животных. И благодаря этим животным ты, в общем, что-то как бы где-то зарабатываешь. Потому что у нас еще есть свинки. Но, насколько я понимаю, свинки, кроме навоза и мяса, нихрена и не дают, получается. Еще вот есть гараж за 20 тысяч фунтов, который позволяет машинки внутрь убирать. И они, возможно, даже меньше будут портиться. Но вот такие вещи, как курятники, страусы и, возможно, вот такие птицы. Здесь, видите, еще утки есть какие-то, еще какие-то. И, по-моему, там даже есть индейка последняя. Это же индейка? Вроде похоже на нее. В общем, все вертится вокруг гребаного животного мира. И у меня еще есть пасечники, которые стоят 2000 рубасов. И я хочу их нанять. Я хочу, чтобы у меня было здесь, ну, скажем, 6 пасечников. И надо было строить их через один блок, а я сделал через два, потому что это я. Теперь нам надо 6 человек, которые умеют в мед. Давайте посмотрим. Здесь точно были. Животные, животные. Серьезно? Во, пчеловодство. Видите, первое. И все. Один пчеловод? Серьезно? Да их раньше было миллион. Я поэтому и купил столько. О, еще пчеловодство берем. Это переработка. Во, пчеловодство. И вот это пчеловодство. Я всех нанял, короче. Давайте дождемся окончания. Серьезно будем еще медом торговать. Ну, а какого бы хрена нет. Назначаем. Это сильные пацаны. Вот, пчеловодство. Иди сюда. И ты иди сюда. Посмотрите, какой тупорылый хитбокс. Посмотрите на мышку. Вот, чтобы... Я не понимаю, где у нее кончик. Но вот ты вроде наводишь на это... Короче, ладно. Давайте назначим еще пасечника. Вот этого. И нам надо еще троих нанять. Потому что все остальные не пасечники. Понимаете? А мне бы хотелось, чтобы были пасечники. Мне нужны постоянные рабочие, которые будут жить. Вот здесь, к примеру. Понимаю, что с навозной ямой будет не так комфортно. Но, ребята, мы легких путей не ищем. Нам нужно пасеку поднимать. Чуть не сказал целину. Трудоустраиваем. Во, пчеловодство. Пятерка берем. Еще пчеловодство берем. И нам нужен еще один. Хоть кто-нибудь. Ну, кто-нибудь, пожалуйста. Слушайте, походу, нету больше пасечник. Это вообще... Ладно, этих пока посадим. А вот ты идешь сюда. А ты идешь сюда. Так, ульи. Нужно покупать, естественно, пасеку. И мы сейчас этим будем заниматься. И у них, смотрите, три вида меда есть. Клево. Давайте купим сразу улицы. Улицы. О-о-о. А нахера я купил столько пасек? Я думал это... О, боже. Я молодец. Какой я молодец. Какой я... Мать твою. В смысле только три. А-а-а. Вообще-то он может десять хранить в себе. О, теперь опять можно покупать. А здесь нельзя уже покупать. Я понял, как это работает. Но это работает... Короче, надо у дома прямо это вот расставлять. Но я ж не знал. Черт подери. Сколько поставилось уже? Десять. Я не знаю, как мне вот у этого домика поставить ульи. Короче, чтобы всех здесь пчелы сожрали, придется ставить вот таким образом. Сколько поставилось? Восемь. Черт подери, еще два улья. Пожалуйста, куда-нибудь сюда и сюда. Отлично. Слушайте, у нас меда будет просто до хрена, я вам скажу. И тут тоже ульи хочу я везде и всюду. И вот здесь хочу я ульи. Получается у нас десять, десять, десять. Все. Супер. Остался только один человечек, который будет обслуживать эти ульи. Надеюсь, кто-нибудь... Во, пчеловодство четыре. Берем. Замечательно. И... А в смысле? А, это не тот. Вот этот надо. И давайте посмотрим, сколько они дают меда. Ускорим процесс. У этого уже шесть. А это что такое? Гречишний мед. Не очень понятно, короче, как это работает. Но, видимо, они дают все время разный мед. Хм. Интересно. Ну, ладно. Мед мы, естественно, наверное, поставим на верхнюю панель. Я, правда, не знаю, какой у меня есть. По-моему, у меня вот такой. Четырнадцать меда уже есть. Обалдеть. В остальном все хорошо. Сыра у меня уже тонна. Давайте посмотрим, можно ли его продать прямо сейчас. Ценник, конечно, невелик. Двадцать тысяч евро. Но мы продаем. Смотрим, что у нас там по деньгам получается. По деньгам мы сильно просели. А это что за... Что это за палочка? Непонятная палочка. Ну, в общем, сейчас будем продавать различные ресурсы. Можно даже это сейчас сделать. Что у нас тут есть на продажу? Есть вот козье молоко за тысячу фунтов. Есть еще опять 200 килограмм сыра. Откуда-то взялось 30 килограмм шерсти. Тоже давайте продадим. И мед. Ох, нифига себе мед-то сколько стоит. Вы посмотрите. Вот это хорошо. Правильно я сделал, что поставил столько медовушек. Они, конечно, не очень быстро работают. Но я думаю, что сейчас мы это... На меде-то нормально можно будет подняться. Медок, чтобы никто не уволок. Посмотрите, сколько грузовиков пришло. Это на продажу, я так понимаю, товары поехали. А здесь как дела? Ты растешь вообще? Она уже почти выросла. Две недели осталось. Здесь 19 дней. Нормально. Слушайте, травка почти синхронизировалась. Обалдеть. Почему у меня здесь мед не отображается? Ты какой мед делаешь вообще? Многоцветный. Ну и какого хрена, простите? Здесь тоже многоцветный. Здесь тоже, видимо, какие-то пчелы. Чуть не скаловцы нужны, серьезные. Так, вот их вроде начинают уносить. 28 меда. Ну, да, мед это нормальная штука. Мед это прикольно. Смотрим на графике. Мы начинаем выходить в плюс, но по факту получается, что мы все еще в минусе. Нам надо вот сюда выйти в 249 тысяч фунтов, чтобы баланс был. Тогда можно будет говорить с точностью нахрен до миллиметра, что я, наконец-то, у меня есть некие доходы. Так, продать. Мед. 2000 фунтов. Охренеть, это просто читерство. Давай, продавай его. Сыр тоже. 6000 фунтов. Продаем. Пока цена нормальная. Смотрим на экономическую составляющую. Да, я лезу вверх стремительно, но, конечно, не так быстро, как хотелось бы. Овечки в целом не особо эффективно получаются в таком количестве, потому что они дают это гребанное молоко, которое никому нахрен не упало. Вот, надо вот козе, кстати, продать. Куда мне столько козьего молока там? Так, и овечья тоже я продам. О, оно, кстати, дороже, смотрите. Видимо, редкая херня. При том, что ценник сейчас не самый высокий. 2000 фунтиков мы с него забираем. Я еще могу продать силоса. Ну, силос, это вообще бред продавать. Он там стоит 3 копейки. Короче, господа, я думаю, что затягивать смысла нет. Вот такая вот ферма, получается, 21-я нас ждет через пару-тройку дней. Мне нравится. Мне, что 19-я нравилось, что это нравится. Единственное, я не очень понимаю, какие здесь серьезные были там нововведения какие-то. Потому что, как по мне, одна херня. Что та ферма, что эта ферма, понимаете? Единственное, что мне не нравится, это как сделаны парковки. Вот в прошлой части фермы, насколько я помню, нельзя было ставить прицепы абсолютно как хочешь, рандомно. В прошлой части фермы, если к прицепу нет доступа, иди ты в жопу, падла. Тебе трактор ничего не зацепит. То есть она в каком-то плане была чуть пореалистичнее, чем эта. А эта стала чуть более аркадней. Пришло лето, пора отдыхать и отпускаться. К сожалению, это еще буйный период. Ясно, короче, лето пришло. Да, еще, кстати, что хотел сказать. В игре сезоны есть. То есть у нас зима будет, осень, лето, которое сейчас пришло. И все это будет покрываться, естественно, снегом. Но это никаким образом на геймплей не влияет, кроме того, что у вас ничего не растет. Поэтому смысла, значит, ждать зимы я особо не вижу. Я вот хочу выйти в плюс. Вот это я, конечно, очень хочу. Давайте посмотрим, что я могу продать. Еще разочек. Медик, значит, в смысле 700. Что-то мало. Пока не будем продавать. Вот это продадим. Сырочек всегда котируется хорошо. Козье молочко тоже пошло отсюда. А коровье молоко, походу, все на заводе, да. Там аж целая тысяча молока. Ну, я потихоньку, видите, ползу вверх. Вот как можно... Можно как-то этот график... Это что, месяц? Вот год давайте мне год посмотрим. Так, я хочу понять, сколько раз я плачу аренду. А тут вот с помощью этого графика ты хер поймешь на самом деле. Я заплатил аренду вот здесь. Или я здесь что-то купил? О, боже, ничего не понятно. Это по неделям. Вот это по месяцам. Ну, вот мы начали. И потом ушла аренда. Или я что-то купил? Я не помню. Там ушла аренда. И, походу, потом я что-то купил. В общем, блин, господи боже. В плюс я вроде бы вышел. Буду говорить себе это почаще. Не буду тянуть кота за яйца, товарищи. Вот, в общем, такая ферма. Надеюсь, вам было интересно. Услышимся в новых видосах. А мы будем с вами ждать фарминг-симулятор-21, который, кстати, уже анонсирован. Представляете? Вот так, возрадуйтесь. А мы-то думали, не выйдет, а он выйдет. По кошечке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин